так фактически получился экспромт сегодня 18 вторая серия я не стал ничего менять ну пусть получилось что на первой серии ворвался звонок от моего друга багринцева виталия давно дружим тоже эксперименты делает помоложе меня почти почти на 20 лет вот я надеюсь у нее все получится ну кто слышал разговор тут слышал проблемы есть да проблемы есть вот и на Алтае проблемы есть и везде проблемы есть давайте продолжим разговор итак приезжает ко мне молодой человек лет двадцати пяти стопроцентный анастасиевец и рассказывает как они собрасывать в этот самый до кучи 100 человек выпросили администрации 100 гектар земли по принципу на семью гектар и вот он мне рассказывал с такой горечью наверное это было еще не лето земли разместили раз чертили и давай строить ну что можно было построить по быстрому построили или временки или туалеты и там и там хранили лопаты тяпки грабли приготовились сезону пришло в туалета работать нельзя не знаю где там нашли такое место 100 гектар где огромное количество гнуса не давало им вообще выйти из этого туалета где они отсиживались вот растирая окровавленные эти щеки вот и времянки и вот это вот такое было дело и вот тогда он от этих же самых может уже места кто-то может уже свое получил по морде извините за выражение подедали где-нибудь на бывшем болоте так так бывает вот или болото рядом да даже хватает пруда рядом чтобы одолели комары эти и мошка 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 и тогда он приехал ко мне от имени всей этой компании где тут можно поискать место я возил его на машине он снимал показывал где что есть тут прошу прощения это какая-то колдовство снова звонок алла суши здравствуйте нет нет я знаю мне уже звонили больше не звоните пожалуйста так ну вы знаете о чем речь идет сейчас все мечтают нам подарить деньги так дальше продолжим не обращать внимание за звонок далее о чем вот видите как перебивает но если первой серии это было по делу второе не по делу минуту потеряли и так значит возил показывал рассказывал и кончилось тем что он уехал какой-то окрыленный и больше не приехал и больше от него не было ни слуху ни духу новосибирск тоже целое поселение анастасиевского которые вдруг взялись всем махом переезжать продавая квартиры потому что у них не было лишних денег вот может кто-то и хранил квартиру или детям уставлял в городе но тяга была страшная наград сделал вроде бы хорошее дело но если бы вы знали сколько было разочарований вот это был второй случай правда люди купили приехали на грузовике фургон типа фургона фургоне сделали полки где-то мне даже фотографии есть и забили все это картонными коробками я туда продал саженцы в картонных коробках прям выкапываем скомом земли ставим соответствующую коробку досыпаем земли вот чтоб не болталось все это и фургон и вот так вот набили полную машину вот это было вот успех какой-то был потому что прошел год и они снова эта семейная пара приехала ко мне правда уже без фургона а уже это самая легковая машина но тут также так получилось что умудрились два ряда сделать вот и тоже добрую сотню саженцы с землей взяли прошло время эта же пара приезжает ко мне но в этот раз уже лично для себя они представляли коллектив они собирали деньги они возили отсюда в Новосибирск область поселок новый все это и третий раз приехали и набили две большие китайские сумки вот вот это был тих третий заход наверное да есть у меня фотографии вот они крупным планом я бы мог даже здесь их фильме разместить но этого делать не буду потому что я не уверен что у них не кончилось это крахом нашли крах люди фактически ничего не научились да они видели как я сажаю они видели у них планы были питомники развести я показывал дикие яблони как они вот завтра у меня вебинар я покажу эти же дикие яблони и их корни корневых отводков это сдержанный рост это не такие огромные деревья 10 этажей 10 метров вот и не эти не долбанные карлики вот с искусственными корнями это не все средние вот водил тайгу показывал как они в лесу ростов сказал что ищите возле себя такие же вы можете быстро наладить производство саженцев даже на продажу энтузиазм тогда был дикий не зря они у меня купили вначале полный грузовик потом полный легковушка потом еще полный эти уже приехали как говорится в этом то ли на автобусе то ли на поезде третий раз но зато с двумя здоровенными сумками показывать не буду возможно кончится с крахом новосибирская область ничего не знает ничего не умеет что я успел там на ходу все объяснял вот не было этих книг еще тогда это сейчас я говорю вопросы задают мне вот смотрите я вам ответил на 5 на 10 на 15 прошел час полтора я больше не могу поймите меня я тысячу раз повторяю одно и то же купите мне книгу не вы нам так расскажите ну каждый двадцатый тридцатый книгу покупает но с каждым годом зато приезжать стали меньше 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 и сейчас это осенью приезжать не ко мне к сергей уже 35 человек и весной может быть 10 20 пару человек собакана парус минусинска может один из красноярска какой-нибудь заблудший вот и все вот и если покупают как правило говорят не надо вы нам так расскажите или а потом вот мы увидели как вы садите на холмы вот спасибо рассказали про пятнышки сделали им обрезку чтобы они не загубили саженцы обрезка обязательно россия этого не знает и ученые этого не знают те которые должны учить студентов чтобы поднять садоводство они не знают что огромные саженцы рыночные без сильнейшие обрезки не могут развиваться значит погибнуть вот еще приезжали приезжали уже она не анастасиевцы приезжали уже виссарионовцы это тоже самое направление здоровый образ жизни вот но религия религии там никто их особо не заставлял я общался с ним вот я сам не верил в этом виссариона в его чистоту помыслов все они игры а нам повод нужен был чтобы здесь закрепиться все таки не на голом месте и люди подбираются один к одному мастеровитые дома сами строили сады разводили еще с ними я позанимался вот ну прошло время сейчас тишина уходят люди стареют кто-то руки опустил накупят все мертвое накупят мертвое вот я приводил примеры по сто тысяч вкладывали сад и по двести ой недавно было вы недавно было знаете как мне рассказали ой сейчас вспоминаю по моему абакан или минусинск вот человек не просто заказал саженцы он заказал у фирмы так кажется все таки абакан вот а так как бывает обыкновенный телефонный разговор не записан вот как я все записал первой серии виталия багринцева это свой парень свой мужик вот и вот рассказываю так значит все оплачено было саженцы и оплачено было фирменная посадка сотрудники сами посадили сами было обещано сопровождение то есть не просто посадили исчезли навсегда должно было но видимо не бесплатно потому что они должны были продолжать все сад мертвый до последнего саженца от вами посадили своими руками я сейчас уверен если они даже были местные сибирские сорта образцы если они даже были привиты на морестройки по двое но пересадка это страшная вещь для саженца дикое испытание я не видел я забыл спросить этого человека когда они садили они хотя бы полную крону отрезали ведь нельзя пересаживать целую крону вот уже этого достаточно бы погибли жалко не спросил бы сам факт что человеку наморочили голову и у него погибли они вы что думаете сейчас кто-то им деньги вернет им вот или были да это самое специальный договор с гарантией что смеетесь про они отправились мит вот еще этот момент и так я упомянул висарионов со упомянула анастасиевца большинство людей это наши люди они обычно затурканной жизни посадил забыл но так не получается у меня завтра вебинар я еще привожу случай дикие вот когда я вот это разъясняю очередная статья очередной фильм когда разъясняю внизу говорю вы видите чек с дурдома сбежал вот вот эти с этими примерами я завтра же на вебинаре то есть и сегодня воскресенье а завтра понедельник 19 вебинар завтра возможно фильм этот сегодня выйдет вот но обычно мой брат он быстро их это доводит до ума украшает музыкой титрами красиво получается настоящие фильмы вот и жаль что все это бескорыстно лучше бы кто-то помогал немножечко с деньгами чтобы это мы могли еще больше делать и так целыми днями сидим за компьютером если не в саду вот и получается что вот эти вот примеры они настолько вредны опасно невероятно хотя с виду они выглядят такими безобидными и а за ними кроется смерть вот смерть 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 вот ладно давайте так я наверное сейчас чуть-чуть смею тему то что я хотел сейчас сказать я лучше скажу на вебинаре там люди к этому подготовленная как бы вот давайте еще вот о чем поговорим значит немножечко немножечко то что я хотел сказать вот это касается уже не рынка сейчас это касается вот этой вот старин 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 старинной школы мне все время приходится удивляться у человека гибнут деревья да вот а потом происходит следующее они мне присылают по в последнее время это приняло массовый характер мне присылают фотографии или целый фильм вот и я у меня копится информация если я раньше просто не у меня не это не терпел например по белку вот просто не терпел за ее как сказать за ее бестолковость белится гашеные известия по белка по белка гашеные известия весной побелишь толку нет поздно а осенью побелишь за зиму тоже толку нет считайте к веснею нету и вот тогда была придумана особая состав составы когда она прилипает и самое страшное навсегда вот и у меня началась копиться информация уже много лет начали я просто интуитивно не воспринимал это как может по это когда я примеры приводил покрасили мальчика да вот он умер от переохлаждения от переохлаждения но это наверное это западная европа это зима я приводил такие примеры не один вот покрасить дерево вот и особенно последний случай когда человек спокойно объясняет мы красим дерево чтобы не было чтобы не было перри перегревания и вот я представляю зима белый ствол вместо темного белый да так стоит мороз солнце греет чуть 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 но чуть-чуть нагревает а по белому он же не нагревает и дерево гибнет и вот когда набралось большое количество у меня таких примеров ведь получилось я стал всероссийским этим как-то дежурный по стране я садовый дежурный по стране потому что больше такого активного посмотрите вокруг россия украина белоруссия казахстан прибалтика там наши люди вот попадаются наши люди и в канаде в израиле вот и в германии ну пусть единичный случай но в нашем есть везде вот так так вот это значит что у меня копится гигантская уже информация раз я оказался дежурный по стране о том что как не показывает мертвое дерево побелено но они не побелено но покрашено мертвое дерево покрашено мертвое дерево покрашено мертвое дерево покрашено мертвое дерево покрашено красит вся страна и все соседние государства красят 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 людям заморочили голову почему то если я не крашу у меня деревья не гибнут Но это ни для кого не пример. Почему? Потому что меня не знают. Просто вот эти миллионы даже не знают, что я существую. Какой бы я ни был популярный, но это популярность в узких кругах. И вот я пришел к ужасу не просто, чтобы побелка бесполезная и не помогает. Допустим, дерево не морозостойкое, били-не били. Нет, побелка приближает смерть. О, видите, я заговариваюсь. Покраска приближает смерть. Побелка была более безобидная. Но торговля победила. Им надо было сучить в любом случае. Мне иногда кажется, я так думаю... Вот, допустим, собрать их, эту тысячу самых таких активных. У них огромные... Я буду приводить примеры. Миллион семьсот тысяч, миллион сто тысяч. Два с половиной миллиона просмотров. На каком-то канале. Гигантские цифры. Вот. И я бы взял бы вот этих с помощью спецназа. Долго ли узнать, где они живут? Вот. Арестовать их ненадолго. Задержать, как вредители. Представляете, мне точно это бы случилось. Вот. Как вредители. Собрать в одну кучу. Собрать. Вот. И сказать, значит, вы больше не имеете права учить этому. Вот. Ну, смеетесь. Значит, это нереально, да? Вот. Дальше. Изменить тогда надо программу в школах, в университетах, в академиях. Чтобы люди сдали заранее, что покраска – это смерть. Поверьте, это статистика моя личная, но она чего-то стоит. Она дорогого стоит. Миллионы погибших деревьев она стоит. Или наоборот, спасенных. Если бы меня слушали. Понимаете, что происходит? Нет вот этого. Нету. Что толку вы сейчас посмотрите фильм? Сколько тут будет просмотров? Я вам заранее скажу. Тристо-четыреста. Вот. Мы, когда с братом начали снимать четвертую тысячу фильмов, казалось бы, много. Я сказал себе и брату. Брат, держись. Мы с ним по годке, то есть мы с ним одногодке. Вот. Нам осталось недолго. Давай побольше фильмов. Давай этот фильм 300 посмотрит, человек. Этот фильм 200. Этот фильм даже аж 500. Бывает 800. Редко, правда. Ну, давай мы снимем тысячи фильмов и все-таки сделаем так, чтобы миллион человек увидел. Вот. Успеть, успеть. Это наша задача. Вот. Мы зарабатываем право работать в райском саду. Заметьте, не отдыхать в райском саду. Для меня понятие рая – это не безделие. Вот. Для меня понятие рая – это возможность продолжать любимое дело. И мы с братом будем продолжать, когда на том свете окажемся. Даже не сомневайтесь. Я сильно много знаю про тот загробный мир. Вот. Большинство не знает. Вот. Все считают сказками. А на самом деле все гораздо серьезнее. Другое дело, что это… Ну, не тема сегодняшнего разговора. Вот. Но пока мы здесь, нам надо, чтобы от нас польза была. А давайте эти 300 просмотров разошлем, и будет 3000. Еще сколько людей откажется. Ведь я когда говорю, нельзя белить, нельзя красить, нельзя перекапывать почву, нельзя вырезать ветки якобы ненужные, нельзя травить грибы, потому что они беззащитны и полезны. Вот. Видите, как дико звучит в моих устах. Вот. То, что ненавидят грибы, не знаю, что они пользу приносят. Муравьев травят. Не знаю, что это главные защитники сада. Польза гигантская. Дурь распространилась до такой степени, что мне одному не справиться. Поняли, зачем я кончаю этот разговор? Как я назову этот фильм? Может быть, пошлилится, последний запоминается. Ребята, выручайте, помогите российскому садоводству. Вот. Пошлите дальше. Может, вот так. Ну все, извините, что я наговорю. А знаете, почему еще? Потому что я стою в десяти метрах от этих, ворот кладбища. Вот. Потому что это такое место, где нельзя говорить глупости. Это такое место, где мы ближе к Богу. Потому что за моими плечами эта самая церковь. Вот. Вон она, церковь за моими плечами. Вот. Поэтому и, наверное, разговор такой. Тон минорный. Вот. Что возле кладбища уже не будешь говорить о пустяках. Только о самых серьезных вещах. Давайте возродим сады. Вот. Рассылайте. Рассылайте. И первую серию, и эту. Так получилось, что это две серии возле кладбища. Продолжение следует. Продолжение следует...